Здравствуйте, в эфире студия Репортер, меня зовут Анастасия Левкович. Сегодня мы переведем небольшие итоги по туристическому сезону, по самому животрепещущему вопросу, вопросу прав животных. В этом году за это лето у нас было несколько скандалов с животными, даже пресловутая лошадь, которая потеряла сознание на Дерибасовской, несколько других вопросов. Для этого мы пригласили в студию людей, которые занимаются животными всю свою жизнь. Это волонтеры и активисты Юлия Игнатенко и Виктория Казаченко. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, давайте, в общем-то, обсудим итоги, подведем итоги сезона лета 2017 года в Одессе по защите животных, потому что было много скандалов, был и снайпер, который отстреливал животных, были и массовые травли животных в нескольких районах города, была и лошадь знаменитая. Вот вчера у нас случай появился, когда слона выгуливали по улицам Одессы. Как вот вы этот год, этот сезон оцените с точки зрения обращения с животными, одесскими предпринимателями, частниками? Давайте я начну, наверное. Я бы сказала, что даже подводя итоги, не лето, потому что лето, пожалуй, это только очень маленькая часть этого сезона. По большому счету мы ведем такой вот отсчет акций, митингов, каких-то очень массовых наших действий зоозащитных с осени прошлого года. В ноябре прошлого года прокатилась волна массовых отравлений животных, массовых отравлений собак, и зоозащитники, не только зоозащитники, неравнодушные люди в городе, начали выходить на митинги против жестокого обращения с животными. Это тогда как раз пошел разговор о законопроекте 51.19? Да, совершенно верно. Практически все это было увязано вместе, потому что как только мы начали выходить по поводу отравлений собак, с нами связались киевские волонтеры, киевские зоозащитники, и предложили нам выходить на совместные акции вместе по всей Украине, провести акции в поддержку законопроекта 51.19, который требовал ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Мы организовывали такие акции, выходили все вместе, они прогремели достаточно громко на всю Одессу, Одесскую область, и были поддержаны другими городами Украины. Кстати, вот об этом я помню очень хорошие эти акции, я тогда как раз с Викторией познакомилась, это был апрель, и потом еще одна такая же акция проводилась под стенами горсовета. Виктория, скажите, насколько это получило отклик по всей Украине и в Одессе в частности? Ну, скажем так, те акции, которые мы проводили в рамках поддержки законопроекта, они проводились в одно и то же время, в один и тот же день, в один и тот же час, в разных городах. Шла онлайн-трансляция. Я точно знаю, что помощники депутата Немировского, они даже демонстрировали, вот как бы как люди на местах, то есть абсолютно в разных городах страны реагируют, как поддерживают. То есть, и действительно, мы пытались сначала объяснить, почему мы делаем тут акцию, почему нет, потому что это как бы была солидарность, вот с людьми в разных городах, мы же не можем поехать все в Киев, хотя были как бы прецеденты, что люди выезжали и поддерживали непосредственно. А сколько городов Украина вкликнула, Светлана? Ну, то, что я точно могу сказать, что Харьков, Днепр, даже Черноморск, небольшой город, но даже там, да, там было несколько, как бы там, человек 10-15, но они, тем не менее, они выразили солидарность, а брать размеры Одессы и Черноморска, понятно, что процент одинаковый. Львов, Харьков, Днепр. То есть, все такие крупные города, они поддерживали, они старались, как говорится, показать свою солидарность, они хотели показать, что люди на местах, очень заинтересованы, и действительно, вот правильно Юля сказала, что в рамках, вот, итога, если подводить с ноября, да, прошлого года, сделано очень много, сделано очень много, я считаю, и в рамках вообще страны, и сделано очень много в рамках города нашего. Наконец-то, скажем так, да, информационным поводом было не очень хорошее событие, это с лошадью, вот, ну, наконец-то нас услышали, к нам начали прислушиваться местные власти, мы сейчас тесно работаем, вот я в рамках комиссии по защите животных от жестокого отношения. Мы так очень скопом все свели, я просто помню, что в апреле на акции присутствовала одна из зоозащитниц, которая приехала из Днепропетровска, вот она рассказывала мне, что очень необычно для Днепропетровска, например, заниматься вопросами не какими-то промышленными, а вот выходить в защиту животных, и поэтому она в основном-то и присоединилась здесь, в Одессе, к этой акции. Ну, понятно, что большие города-то присоединяются, и Одесса один из таких больших городов, но вот проводятся эти акции, и что в итоге, я знаю, что она провелась в апреле, потом это был июнь, вот, потому что что-то там... Потом это был август. Да, потом что-то не доголосовали, не дошло. Да, 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 было. Вот расскажите немножечко о перипетиях голосования законопроекта Немировского 51.19 в Верховной Раде. Почему так длительно, не очень единогласно пропускаются такие достаточно вот миротворческие и мягкие законы? Ну, это, наверное, как бы Юля больше отслеживала и держала. Вы знаете, закон в итоге был принят. После последней нашей акции совместной, 31 июля, президент подписал этот законопроект, и он превратился в закон. Несколько раз его просто откладывали, обсуждение этого законопроекта несколько раз Рада просто откладывала. Более какие-то, скажем так, какие-то моменты, связанные с этим, наверное, мы не знаем, но мы видим, что несколько раз это просто затягивалось, затягивалось и затягивалось. Каждый раз, выходя на акцию, мы думали, что она будет решающей, последнее, что сегодня подпишут. И, наконец, все-таки, после последнего такого совместного проекта, да, закон был подписан. Я вот вас переверну немножко, потому что, возможно, не все наши зрители понимают, о каком законопроекте мы говорим. Это закон 51.19, законопроект, который, в принципе, просто ужесточает наказание за жестокое поведение с животными, за обращение жестокое, за неправильное содержание их. И я знаю, что существует вот мнение, которое сегодня выразила ваша коллега Татьяна Волошина о том, что очень много раз буксируются такие законопроекты именно потому, что депутаты сами, как охотники, все-таки понимают, что где-то их это может ущемить в их свободном времяпровождении. Как вот по-вашему? Понимаете, использование животных очень часто идет в коммерческих целях. Мы отдаем себе отчет, что запрет цирков, где используются дикие животные, это чей-то коммерческий интерес. Притравочные станции, на которых притравливают на живых собак, на котов, на барсуков, притравливают, это тоже чей-то интерес, это интерес охотников. Использование, например, животных в сфере развлечения, то, что было когда-то фотографы у нас на улицах города мы видели, или вот сейчас лошади, это тоже коммерческий интерес. Поэтому всегда мы понимаем, что такие законы о защите животных, они не даются нам легко. И помимо законов, ведь общество тоже должно быть готово принять этот закон. Потому что ни один закон не будет работать в той стране, где в культуре не присутствует понимание, что права животных, они по сути идут рука об руку с правами людей. Вот, Юлия, вы сегодня упоминали Германию, Нидерланды, в контексте разговора о том, что если Украина стремится в Европу, то там нужно защищать не только права людей, но и права животных, таким образом подталкивая нашу страну, наше законодательство к тому, чтобы обратиться уже потом и к людям. То есть европейские стандарты. Ну вот я знаю, что, в частности, в Дании, королевская семья Дании, у них есть такая традиция, массовая охота, травля оленей, по-моему, и очень часто, вот раз в год, как минимум, выходят официальные фотографии датского королевского дома с отстрелом этих оленей полностью, очень жестокое кровавое зрелище. Но это европейская страна, это скандинавская страна, где очень высокие уровни стандарта жизни. Вот как это можно объяснить там? Я бы сказала так, в каждой стране, помимо того, что все-таки работает общее европейское законодательство, есть моменты, которые сейчас защитники пытаются решить. Вот вы привели пример Дании, у нас есть пример Испании, в которой достаточно давно на национальном уровне существует корида. И закрытие кориды, например, в Каталоне, вот в Барселоне, сейчас запрещены бои быков. То есть корида закрыта, и в этом месте сделали просто большой торговый центр, и бои не проводятся. Но закрыть подобное мероприятие, это стоит огромных усилий для зоозащиты. Например, в Германии мы сейчас видим, да, права животных, они внесены в Конституцию. Вот наиболее продвинутыми странами в плане прав животных являются сейчас Германия, являются Нидерланды, где автаназия запрещена, здоровых животных вообще, в принципе, запрещена. Великобритания приводила сегодня этот пример, первый закон о защите животных, да, это 1834 год, если не ошибаюсь, ну, начало 19 века. А мы сейчас с вами в начале 21, мы отстали на два века. То есть я так понимаю, что вот в Европе, в развитых странах, проблемы с правами животных, они остались только на каком-то вот культурном уровне, то есть там, где вот есть традиции кориды, охоты, да. А вот у нас, я так понимаю, что это традиция больше вот бизнеса, правильно, в Одессе, туристический город, где постоянно фотографируются с обезьянками, игуанами и прочим, вот та же самая лошадь, которой мы привыкли все к лошадям на Дерибасовской, а скандал прогремел в августе, очень много шума наделал, там, вплоть до того, что обратил внимание мэр на это, обещали создать комиссию. Виктория, расскажите немножко об этой комиссии. Значит, действительно, создана комиссия по выявлению жестокого отношения к животным. Сейчас она очень хорошо работает. Ее председатель, это Александр Юрьевич Панченко, он действительно вникает в тонкости. Ну, я просто как член комиссии, я смотрю, мы ездим, мы смотрим, мы проверяем, мы проверяем. А что вы делаете конкретно? Где были и что проверяете? Мы проверяем и цирк, и цирк был, и зоопарк, и всевозможные, где животные, где лошади. Иногда бывает очень сложно, потому что, как бы, информация буквально такая на уровне инсайдерская, что вот там-то, почему, смешно, лошадники, они просто сдают друг друга. Вот, а вы пойдите к соседу, посмотрите, что у него творится. А вот где вы нашли больше всего нарушений? В том же цирке или зоопарке были какие-то нарушения? Ну, скажем так, на проверке в цирке и в зоопарке я лично не присутствовала, говорить не буду, но очень много нарушений было выявлено и в связи с сити-центром, это контактный зоопарк, вот. Опять же, там у нас в комиссии присутствует ветеринарный врач, он смотрел, там дело не в здоровье животных, там дело в размерах содержания. И самое, ну, я бы сказала, такое непаханное поле, это то, что касается кошек и собак. Почему? Потому что если, как бы, применение к диким животным, есть какие-то нормы и правила, от которых можно отталкиваться, применение к лошадям, применение, допустим, там, в том же зоопарке, в цирке, то, что касается животных, вот, кошек и собак, домашних животных, этих правил нет. То есть есть правила, прописанные, по-моему, в 2008 году, городские правила содержания, но там не указано, там нет конкретики. Вот я считаю, что самое главное, как бы, достижение наше не только то, что мы пришли проверить, а то, что, мониторя всю ситуацию по городу, постепенно в ней разбираясь, мы понимаем, что нужно прописать в этих правилах. Виктория, вы скажите, а вот скандал с лошадью, чем он закончился? Скандал с лошадью? Ну, наверное, этот вопрос нужно задать юристу-защитнику Ольге Целинской. Она очень сильно, как бы, вот взялась за это дело, и, знаете, она юрист, она считает, как бы, что она в состоянии разобраться с этой ситуацией. Я думаю, что этот вопрос более правомерно. Насколько я знаю, по моим данным, и Ольга об этом знает, что лошадь находится за городом, за чертой города, и, ну, опять же, такая ансендерская информация, что лошадь использовалась в съемках. Дальше, я думаю, что вопросы стоит задать человеку, который на весь город озвучил, что он решит эту проблему. А скажите, вот понесли ли наказание люди, которые были владельцами? Опять же, этот вопрос тоже надо, да, понимаете, как можно говорить о наказании, если, как бы, пока что не, да, еще это все. Просто я знаю, что сейчас уже на Грибасовской вновь восстановилась эта карета с лошадью, и, возможно, новая свежая жертва готовится. Опять же, проблема вся в том, что у нас не прописаны правила, сколько времени лошади могут находиться, запряженные в центре города. Виктория, скажите, а это вопрос городского уровня, или это нужно поднимать на высшем? Я думаю, что сейчас это вопрос уже городского уровня. Я думаю, что эти правила, не думаю, а я уверена, что эти правила должны быть прописаны на уровне города. Вот, и с учетом, как бы, нашей специфики, то есть, скажем так, правила, которые подходят для туристических городов типа Львова и Одессы, они, наверное, не совсем корректны будут для Днепра. А вот Ваша комиссия, она помимо проверочных работ, она занимается законодательными функциями? Спасибо, конечно. Пока нас не обличили к такой степенью власти, мы, скорее, как специалисты в разных областях, то есть и волонтеры, и ветеринары, я думаю, что наш голос будет учитываться, это уже в начале ноября, когда будет отчет перед мэром, я думаю, что наш голос будет учитываться, наши пожелания, и самое главное, что я надеюсь, что нам дадут возможность, в дальнейшем эта комиссия, как бы, ну вот, провели, отчитались и все. Я вижу, что эта комиссия должна работать дальше, вот именно уже тогда, в законодательном на уровне города, то есть прописании правил. Давайте теперь немножко поговорим о чем-то более таком, активистичном. Вот я знаю, что у Вас на днях прошла акция, совместно с коммунальным предприятием «Парки Одессы», вы раздавали котят и щенков в руки, вот, итоги акции. Ну, давайте так, мы не раздавали котят. Предлагали. И не предлагали. Объясню, почему, потому что, как бы, ну, например, вот, я думаю, что Юля меня поддержит, я не сторонник раздавать вот так, то есть, значит, мы представляли фотографии, там была так называемая фотосушка, вот, где были представлены фотографии, номера телефонов, краткая информация по животному, вот, и любой желающий мог подойти, мог взять эту фотографию, мог позвонить, мог просто перефотографировать и пообщаться уже с куратором этого животного, потому что, знаете, нельзя так. Иногда люди на эмоциях, как бы на желании проявить добрые чувства взяли котенка. Да, там раздавались, спасибо, будем надеяться, что все зверята, которых вчера взяли, будут иметь прекрасных хозяевов и долгую и счастливую жизнь в новых семьях. Но вот здесь немножко я считаю, что, по крайней мере, скажем так, мы как Animal SOS, мы не раздавали, мы рассказывали людям, вот, Юле, спасибо огромное, она рассказывала и о стерилизации, рассказывала вообще о проблемах животных, вот, очень много, действительно, она ввела просто часть эту программу. Голос потеряла даже. Юля, скажите, вот я знаю, что сейчас готовится очень важная акция на всеукраинском уровне 15 октября. Расскажите о том, как это будет проходить, кто туда может прийти, где это будет? У нас, видите, от одного интересного мероприятия к другому, к третьему. Можно я сделаю такой маленький еще прыжочек? Значит, наиболее, самое близкое, это на 4 октября мы готовим масштабную фото-выставку «Открытое сердце», там будут представлены фотографии животных, которых спасли волонтеры с улиц. Порядка 11 или 12 волонтерских групп, приютов примут в этой выставке участие, мы всех приглашаем. Она пройдет в ресторане «Фо Сити» на канатной 27 дробь 1. А следом мы уже готовим новое мероприятие «Все вместе», оно достаточно масштабное тоже. Мы поддерживаем здесь инициативу Киева. Киев стартует 15 октября в 12 часов маршем за права животных. В Одессе мы приглашаем всех неравнодушных одесситов, и наш посыл, он идет не только к зоозащитникам, да, волонтерам. Мы в первую очередь адресуем к простым гражданам нашего города. Приходите вместе с детьми, берите своих друзей, берите коллег, берите своих животных, приходите поддержать нас в борьбе за будущее нашей страны. Мы призываем всех на марш доброты. Марш за права животных, это в нашем понимании, марш и за права людей в том числе. Спасибо, Юлия. Я уверена, что лозунг, точнее фраза «Матери Трэза», что нужно приходить на митинги не против чего-то, а за что-то, он гораздо более побудительный. Поэтому я думаю, что очень много одесситов откликнется на это. 15 октября мы все дружно пойдем на Дерибасовскую и присоединимся в Горседук акции за права животных. А с вами была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Не переключайтесь.